Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Я, правда, немного оговорился, это не очередная торговая неделя, это последняя неделя уходящего года, поэтому мы вправе рассчитывать на какой-то рыночный сюрприз для каждого инвестора, трейдера и спекулянта. Этим сюрпризом должна стать повышенная волатильность, которая для нас трейдеров, инвесторов и спекулянтов имеет очень большое значение, потому что именно за волатильностью скрываются возможности. При этом, друзья, я хочу сказать, что сейчас мы будем говорить о рынке вот на протяжении всей этой недели с отсутствием большого количества трейдеров. Мы будем говорить о тонком рынке, который потенциально может оказаться восприимчивым даже к незначительному фундаментальному фону. И, как правило, такой рынок не имеет ничего общего с нормальным фундаментальным анализом. Я даже предположу, что в таких условиях и технически анализ может стать далеко не лучшим подсказчиком и, соответственно, индикатором в принятии торговых решений. Если вы уже настроились на праздничные выходные, на новогодние праздники, может быть, будет не лишним даже оставить рынки в покое. Но если вы все-таки хотите еще провести несколько перспективных и потенциально интересных сделок, тогда каждый день я буду продолжать записывать для вас контент и рассказывать об изменениях, которые происходят на рынке. Сегодня, поскольку понедельник, мы проведем традиционный вебинар и параллельно стрим в голосовом чате в Телеграм-канале. Кстати, ссылку можете найти в описании к этому ролику. И в течение дня вам в этом самом Телеграм-канале предложим несколько тем на выбор. Соответственно, та, которая наберет больше всего ваших голосов, станет центральным в ходе сегодняшнего обсуждения. Фундамент по-прежнему имеет позиционное значение. На нем нужно отстраивать средние долгосрочные сделки. Именно поэтому мы следим за основными посылами фундаментальными за изменениями в монетарных политиках и курсах центральных банков. Поэтому давайте освежим воспоминания касательно того, с чем мы подошли к новой неделе, последней неделе уходящего года и с чем, скорее всего, мы продолжим работать уже в новом 2022 году. Индекс доллара локально сегодня после продолжительных выходных торгуется с повышением 96.17 в моменте десятилетки, друзья, на отметке 1.5 доходности, то есть казначейских тежей. Это хорошо, потому что рост доходности американских казначейских бумаг отражает, что участники рынка по-прежнему верят в то, что 2022 год будет тем самым периодом, когда американский регулятор будет разгонять процентную ставку, причем сделает это многократно. Фундамент очень хороший, база прошлой недели. Это куча отчетов, потребительские расходы, которые выросли на 0,6%. Есть индикатор ФРС по активности потребителей, который является индикатором будущего значения инфляции. Это индекс расходов на личное потребление, который скакнул до 4,7%. Мне кажется, это максимальное значение за последние лет 25. И точно можно предположить, что на фоне таких данных смело можно настраиваться на еще больший рост индекса потребительских цен в США, который легко может перевалить за 7%. Первичные заявки на пособие по безработице. 205 тысяч, тоже хороший отчет. Мичиганский индекс 76, доверие потребителей. Другой отчет, другая оценка доверия потребителей. Конференс-борд тоже выше ожиданий. ВВП, который мы разбирали на прошлой неделе детально, поскольку нужно было сакцентировать внимание на этой статистике, 2,3 показатель прошлого квартала, а рост 2,1. Хорошая статистика, прикопаться вообще не к чему. Друзья, сильные данные. Почему доллар все-таки не вырос на таком хорошем фундаменте? Есть несколько точек зрения. Во-первых, то, что большая часть этих отчетов это все-таки ноябрьские данные. То есть чисто теоретически они сейчас не актуальны, потому что мы сейчас все чаще говорим о рисках омикрона, влияния на американскую экономику. Поэтому, скорее всего, если это влияние будет и уже крайне негативно для американской экономики. Все вот эти отчеты, спустя, получается, две недели, когда мы снова будем разбирать их, только уже по итогам декабря, эти отчеты будут уже по цифрам демонстрировать куда менее оптимистичные показатели. Но не торопитесь, друзья, с выводами. Пока что в США, да, фиксируются случаи роста количества заболевших. Но это все-таки не такая динамика, которая сейчас должна была бы нас настраивать на какие-то неправильные и крайне пессимистичные выводы. Я считаю, что единственная причина, по которой доллар не закрыл год мощным бочем ралли, это то, что оно слишком рано выдохлось. И очень большое количество реально влиятельной трейдерской силы раньше времени отправились на рождественские праздники. Ну, конечно же, винить их за это нельзя. Год был непростым, и можно, в принципе, закрыть глаза на то, что праздники для кого-то начались раньше. Я считаю, что основные системные тренды, которые будут обусловлены тем, что на фоне сильных данных, на фоне уверенности Федрезерва, что нужно бороться с инфляцией, ужесточая монетарную политику, сокращая программу количественного смещения, повышая процентные ставки, мы прям с нового года начнем отстраивать идеи роста курса американского доллара. И если вам кажется тоже заманчивой идеей торговли индексом американской валюты, то сейчас, когда индекс доллара находится на нижней границе довольно продолжительного коридора проторговки, как раз нужно действовать, друзья. Поэтому присмотритесь еще раз к фундаментальному фону, к уровням, к моим рекомендациям. Посмотрите другие прогнозы ожиданий экспертов по динамике доллара на будущий год и примите уже для себя окончательное решение. Золото, которое мы с вами купили очень своевременно, которое было чуть выше 1800 долларов за тройскую унцию, сейчас котируется уже в районе 1810. Я думаю, что золото еще может себя проявить в ближайшей торговой сессии. При этом мы ранее с вами пришли к выводу, что золото, скорее всего, сейчас будет пользоваться спросом из-за того, что все большее количество стран вводит частичные ограничения перед Новым годом, стремясь сдержать распространение инфекции. И золото сейчас кажется крайне перспективным активом, если анализировать индексы рыночных настроений, индикатор Кайман, на который я всегда рекомендую вам смотреть. Я думаю, что этот год мы можем закрыть в районе 1825, может быть, даже повыше, по золоту. Что касается рынка нефти 75-94, неоднозначный новостной фон. Кто-то считает, что основным триггером роста котировок нефти стали данные по запасам нефти, которые продемонстрировали резкое снижение запасов, по-моему, на показатель максимальной за последние три месяца. Но нефть не реагирует таким образом на данные по запасам нефти. И плюс ко всему хочу сказать, что запасы нефти, они были, статистика и снижение запасов было компенсировано ростом запасов бензина. На мой взгляд, запасы бензина это более сейчас стоящий и объективный индикатор общего состояния рынка нефти и спроса на него, потому что бензин это, по сути, конечный нефтепродукт. И именно по спросу на бензин можно говорить об активности экономической американских домохозяйств. И сейчас спрос на бензин минимальный с июня. Это как раз, друзья, может быть как бы предвестником того, что на настроение американцев начинает негативно влиять все-таки омикрон. И они предпочитают меньше времени проводить дороги, меньше путешествовать и снижать собственными силами риска, чтобы подхватить вот этот новый штамм омикрона, который до конца еще не изучен, и эксперты тоже расходят свое мнение. Все-таки приведет ли он к таким же страшным последствиям для общей мировой системы здравоохранения, как это было с прошлыми штаммами или нет. Но времени для выводов еще прошло мало, поэтому какие-то более-менее стоящие доводы будем строить о влиянии этого вируса уже, наверное, по итогам января. Пока что рынок нефти, может быть, воспользовался поддержкой ралли цен на газ, когда за одну тысячу кубометров газа в Европе цена перевалила за две тысячи долларов. Это логично заставило трейдеров предположить, и не станут ли такие высокие цены на газ причиной перевода предприятий на более дешевые источники энергии, на нефть более дешевых. И это приведет к росту котировок нефти. Но тоже, мне кажется, фактор, который не будет иметь долгосрочный эффект воздействия, потому что цены на газ уже корректируются. Рынок нефти, так же, как и доллар, ему нужно время, чтобы раскачаться, и ему нужно время, точнее, трейдерам, чтобы оценить спрос и предложение, прийти к выводу, что ограничения, которые уже были введены Франция, Италия, Германия, Дания, Нидерланды, Южно-Корее, США, да и вообще повсеместно, они негативно отразятся на спросе. И, соответственно, нефть по-прежнему смотрится вниз. Евро против доллара 1.1317, так же, как и в случае с индексом доллара, мы сейчас продолжаем оставаться в коридоре, довольно продолжительное время. Я ожидаю выхода из этого коридора вниз и движения в районе отметки 1.12. По фунту та же самая ситуация. Да, фунт растет, но этот рост не только мне. Кажется странным, учитывая фундаментальный фон и учитывая маленький шаг, который необходимо сделать власти в Англии, чтобы ввести полноценный локдаун. Возможно, эта новость как следует и развернет общую тенденцию и отправит фонд к новым многомесячным минимумам. И с рынком криптовалют, друзья, на него я, пожалуй, ему уделю больше времени в последующих брифингах. Сейчас котировки почти 51 тысяча за биткоин. Не торопитесь с покупками. Очень многие считают, что это сейчас ловушка для покупателей. Фундаментальный фон по-прежнему негативный и биткоин сохраняет потенциал снижения вплоть до отметки 30 тысяч за одну единицу. На этом, собственно, все. Спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.